Продолжение следует... 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 Но сказал, да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесное животное, знает, тем расклевает себя. Иуда, 9-10 стихи. Почему? Спорил дьявол. А одно из толкований говорит, забывшее убийство египтянина. Он не достоин доброго погребения. Из новозаветних русских святых подобное мы видим только на двух святых. На святом Сергием Радонежском. Рерихе называется перевоплощенным Сергием Радонежским. В их телах якобы его душа. Вопрос, за что? Ни к одному святому не предъявлены такие требования после смерти. Не за то ли, в кавычках, благословения, которые, как говорится, в тайне святых и не было, а только святой Сергий, наклонившись к князю Дмитрию, предсказал о победе. И только изображение святого Александра Невского, помещенного в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Только он и никто другой. Почему? Вот это нельзя вопрос не задавать. Вчера мы были здесь по Благовещене, на 10 праздник. Ну и мы были в Покровском соборе. Это главный собор архиерейский в городе Барнауле, Алтайского края. Ну я подошел к священнику, он вышел один на молебен считать, отец Сергий Беляев, бывший секретарь епархии. Я говорю, поснимать тут можно икону. Ну какой разговор он обнял, отношение-то хорошее. Но как стояли в правом пределе, нигде, только где в правом пределе, и две иконы. Первое изображение Христа и Самарянки. Нарисовано хорошо. По всей вероятности, я даже не посмотрел, это из Гестава-Даре взято. Сидит Христос. Колодец каменный. И выше земли, прямо у Христа, откуда это взято, в краник и течет вода. Ну как сегодня, в туалете. Я настоятелю говорю, Войтович Балтист Николаев, какой краник-то? Почерпнуть он не мог. Написано, Самарянка говорит, колодец глубокий. А у тебя нечем почерпнуть. Никакого краника-то не было. Кран-то, значит, насос должен быть качать. Ну написано же, ну как же вы рисуете иконы-то, безбожники. И правда, они тут же сразу, видимо, какой-то был художник, замазали. Я стою напротив этой картины, сфотографировался. Ролик у нас есть, он сейчас стоит здесь, в Ютубе. И на другую сторону повернулся, напротив изображение Марии Египетской. Но везде церковь почитает человека, когда он достигает совершенства. Не тогда, когда он приходит. Савла, который только что пришел, церковь никогда не почитает, не знает его. Знает Павла, который умер за Христа, который был усечен. И нигде не рисует, чтобы человек пока не знал Христа, именно этого почитали. А здесь нарисована женщина в теле, в таком... Ну видно, что не изболелась, а совершенно не относится к ней. Волосы какие-то каштановые, распущенные. Ну ты посчитай по житию-то, как она выглядела. 47 лет. Холод, жара, все было у нее. У нее ничего не было. На теле ее ничего не было. Когда я встретил Зосима, пресвятер, в тайге, в этой пустыне-то. Он ей скинул одежду, чтобы она оделась, можно было подойти. Ну, маленько-то, хотя надо знать-то. Я говорю, на Сибирске вот показывали икона есть. Я подошел, гляжу, что такое за икона-то. Понять не могу. Оказывается, это воскрешение Лазаря. Лазарева суббота. Лазарева суббота. А какая? Сегодняшняя. Вот какое дело-то, Лазарева. И он из... Там, как из грота, из какого-то, из пещеры, видимо, выходит, радостный такой, руки раскинул. Ну а тут Христос стоит. Я говорю, какие руки? Когда Господь говорит, развяжите его. Он вышел из пещеры, перепелен, а-то у него лицо все, куколка. Ну, маленько-то, хоть чуть-чуть-то. Ну, надо же знать-то, что же вы делаете-то-то. Замазали. Другой, смотрю, там вообще вознесение Христа и преображение. Но это же разные вещи, вознесение и преображение. Три ученика лежат, когда спали они. Я к настоятелю, он говорит, да я же так не досмотрел. Я говорю, и что будешь делать? Ну, еще ведро краски-то все замазать. А большая картина, это изображение. И вчера только я это выставил, что я из-за того, говорю это, чтобы люди маленько смотрели. На храме стоит крест, изверчины, куски железа какие-то. Креста-то нет никакого. У креста может быть концов четыре, ну, четыре поперечники поставь, шесть. Шесть может быть без нижней наклонной прикладки. И восемь концов. А здесь восемнадцать. Восемнадцать, я говорю, это три шестерки, шесть и три, восемнадцать. Вы что делаете-то? Ну, посмотри, ни одного креста нету. На храме там много крестов. Разные набалдажники накручены везде. Они должны быть абсолютно ровной поперечиной. Ничего нигде нельзя делать. Это крест Христов. Это его орудие. И тут же срамные такие отзывы стали идти. Вы приходите, только подсматриваете. А что подсматривает? Это весь мир знает, видит. И только изображение святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Я не могу не задать вопрос, почему только он? Только Александр Невский. Святых-то было много у русских. Почему не Феодосий Печерский? Ну, так он, тот не воевал, а надо орден. Ну, и пусть они делают, помещают, воевал. Кого? Суворов Александр Сергеевич? Как кто там? Пускай он там будет. Не за кровь ли пролитую или человеческую? Я ставлю вопрос. Святой Александр Невский, это, жил в 1219 по 1263 год. Канонизирован 26 февраля 1547 года, спустя 300 лет. Службы святому составили инок Михаил, архимандрит Викентий. Первый храм в честь благоверного князя воздвигнут около 1630 года, спустя еще 100 лет, в Москве. Вот интересно, как начинается раскрутка. В настоящее время, это в 1893 году написано было, в каждом городе обширной земли русской существуют храмы и часовни, посвященные Александру Невскому. Только с 1789 по 1880 годы написано различными авторами за 100 лет 27 книг жизнеописания этого защитника земли русской. 27, а была маленькая брошюрка всего, когда канонизировали-то. Больше ничего не было. То есть что, выдумка. 100% выдумка. Ну, книг, вы понимаете, биография книги. Что можно написать, когда он не воскресал, заново он не жил. И там пишут, с детства возлюбил Ииси, ну и начиная дальше службу, ну этот уж вранье открыто. Он любил что с детства, махать мечом, скакать на коне. Он ловкий был, красивый, то есть симпатичный. И святые воины, не за воинские подвиги прославлены церковью-то, а отнюдь. И не было в их жизни от юности возлюбил Ииси Христа. Да не правда же все это. И понятно, как сердце патриота, в кавычках, возмутится, слыша это. Так, Сергей, у кого-то так все пишут. И понятно, как сердца патриотов возмутятся, слыша это. Патриоту поблазнится кощунство в этих рассуждениях. Но без гнева и сомнения поднимите руки к Богу, если они не в крови одобрения и совершения убийства. А грех одинаков и на том, кто убивает, и на том, кто благословляет на войну. И на том, кто просто считает, что нужно против плоти воевать, убивать людей, по другую сторону баррикад. Убивать тех, кто не так верит, или не с той стороны границы стоит. Кавычки открыты. Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них Господь. Господь свят. Да не хвалится мудрой мудростью своею. И да не хвалится сильной силою своею. И да не хвалится богатой богатством своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли. И даст крепость царю своему. И вознесет рог помазанника своего. Первая книга царств. 2.10. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Не говори, он ввел меня в заблуждение. Ибо он, Бог, не имеет надобности в муже грешном. Серахов, 15-12. Вот смотришь, допустим, даже слышишь на сопках Маньчжурии. Послушайте, какой печальный мотив составлен. Кресты показывает. Нужно было это или нет? Я перед этим считал только. Когда к Риму подошел Атила. И как вышел к ним. Оборона ничего бы не дала. И молились, и Бог. Смирил варвара, он повернул назад. Это же было в Ельце, когда Тамерлан подошел. Молились, и он отошел. А следовало бы сказать в каноне об Александре Невском так. От юности был патриот земной родины. И от юности возлюбил ей си воинское дело. Любя независимость своей любимой земной родины. И одержал многие земные победы. Но в скорбный час смерти от трех си и си, от всей суетной славы. Принял ангельский чин. И ныне заступник земли русской, пребываешь перед престолом Господа Саваофа. Вот так-то могли бы сказать, чтобы не врать-то в каноне-то. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятным к Нему, к Богу, и за Бога так припираться? Строго накажет вас Бог, хотя вы и скрытно лицемерите. Книга Иова, 13-7-10. Подражай душа житиям. Евдокия, 1 марта. Камит, глава администрации, Аврелиан, не мог подступить с тогдашним ОМОНом к стенам монастыря. Молитва святой привела их в столбняк на многие часы. В скольких житиях видим, что святые после смерти спасали попавших в беду. Сам он живой был когда Гурий, 26 октября. Дмитрий Солунский гнал врагов от города после смерти своей. 24 ноября Меркурий, по молитве Василия Великого, киот, то есть рамка иконы, оказался пустым. Через некоторое время образ его был в киоте, но с копья капала кровь. А в это время в ставке Юлиана Отступника, императора, некий воин поразил вниз живота гонителя христиан. И тиран успел лишь сказать, бросив запекшиеся своей кровью в небеса, «Ты победил, галилеянин!» В скольких житиях звери, львы, медведи спасали верующих, или невидимая сила возносила их из рук мучителей, или ослепляла врагов, или бросаемые камни в святых поражали самих мучителей. И пламя, которым жгли бороду Харлампия, повернуло на врагов, и 70 из них попалило на смерть. Такое гипертрофированное посчитание двух-трех святых и пренебрежение полтора тысячами прочих. По совести ли это? Разве повелел нас смотреть на кончину только святого Александра Невского и святого Сергия Радонежского, а не на всех ли святых наставников? А ведь всюду прославляются самые сомнительные и, может быть, даже никогда не бывшие в действительности поступки, или те, за которые, как подавшие столь длительный многовековой соблазн на пролитие крови, смотрят ныне с сомнением. А я говорю вам, не уби, но люби. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13, 7. И не их мышца спасла их. Псалом 43, 47. Мещ одного пожрет того, который с ним, но и он в последние времена умрет от меща. Третья книга Ездер 12, 28. На сегодня пояснения достаточно. Это все относится к молитве. Когда люди молятся, надеются на Евангелие, то Господь покажет, как это должно быть. Надежда на Бога, написанная, никогда не постыжает. И верующий человек, он спасается Богом, не силой и оружие. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзуй уста мои недостойные, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесную, утешите ли души истинные, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися вны, и очисти меня от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припаданьте блажь, ангельскую письмо пьемте сильной. Свят, свят, святоси Божия, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвигл мести Господи умой, просвети и сердце, усни мои отверзи. Валеже петь эти святая Троица. Свят, свят, святоси Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святоси Божия, Богородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому я ради Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня лениво и грешен, не погубил меня со беззакониями моими. Но человека любствовал Иси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл меня Иси. Моя же утренниче славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, повущайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, Придите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, Придите, поклонимся и приподнем к самому Господу, Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Семьдесят восьмой псалом Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины, трупы рабов Твоих отдали на сиденья птицам небесным, Тела святых Твоих, зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, И некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, по руганиям и посрамлениям у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, Будет платье ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, И на царство, которое имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Якова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, Скоро да предварят нас щедроты Твои, Ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, Ради славы имени Твоего, И избавь нас, и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, Где Бог их? Да сделаться известными между язычниками, Перед глазами нашими, Анпщине за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет при лицо Твое стена неузника, Могущество мышцы Твоей, Сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим В недра их поношения, Которого они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой, И Твои пажите овцы, Вечно будем славить Тебя, И в рот и рот возвещать хвалу Тебе. Пастор Израиля в Немли, Водящий как овец, Иосифа, Восседающий на херувимах, Иви себя. Пред Ефремом, И Вениамином, И Монасию, Воздвигни силу Твою, И приди спасти нас. Боже, Восстанови нас, Да воссияйте лицо Твое, И спасемся. Господи, Божий сил, Да коли будешь гневен К молитвам народа Твоего, Ты напитал их хлебом слезным, И напоил их слезами В большем мере. Положил у нас пререкания Соседям нашим, И враги наши издеваются над нами. Божий сил, Восстанови нас, Да воссияйте лицо Твое, И спасемся. Из Египта Перенес Ты виноградную лозу, Выгнал народы, И посадил ее. Очистил для нее место, И утвердил корни ее, И она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, И ветви ее, Как кедры Божии. Она опустила ветви Средо моря, И отросли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, Та, что обрывают Все проходящие по пути. Лесной вепрь Подрывает ее, И полевой зверь Обидает ее. Божий сил, Обратишь же, Призри с неба, И возри, И посети виноград сей. Охрани то, Что насадила десница Твоя, И отрасли, Которую Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, Обсечен, От прещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя Над мужем десницы Твоей, Над сыном человеческим, Которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, Оживи нас, И мы будем призывать имя Твое. Господь Божий сил, Восстанови нас, Да воссеять лицо Твое И спасемся. Радостно пойте Богу, Твердыни нашей, Восклицайте Богу, Якова. Возьмите псалом, Дайте тимпан, Сладкозвучные гусли, Псалтерию. Трубите в новом месячне трубою, В определенное время, В день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, Устав от Бога Яковлева. Он установил это Воссвидетельство для Иосифа, Когда он вышел из земли египетской, Когда услышал звуки языка, Которого не знал. Я снял с рамен его чажести, И руки его освободились от корзин. В бедстве Ты призвал меня, И я избавил Тебя. Из среды грома я услышал Тебя, При водах миревых испытал Тебя. Слушай, народ мой, И я буду свидетельствовать Тебе. Израиль, О, если бы Ты послушал меня, Да не будет у Тебя иного Бога, И не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог Твой, Известший Тебя из земли египетской, Открыл статвы, И я наполню их. Но народ мой, Не слушал глаза моего, И Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорство сердца, И пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, И Израиль ходил моими путями, Я скоро смирил бы врагов и их, И обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа, Раболепствовали бы им, А их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, И насыщал бы их медом и скалы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос, По Своей многолюбви сошел на землю, И воплотился, чтобы спасти всех, И снова, Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То Ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротах И неизречены милости, Ибо Ты сказал, Что верующий в меня жив будет, И не выйдет смертью вовеки. Итак, Если вера в Тебя Спасает отчаявшихся, То верою спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела Доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти Дело правдущих меня. Но это вера, Да будет превыше всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да и от причастника Слава Твоей Вечной, И да не похитит меня сатана, И не похвалится Слову, Что оторг меня от Твоих Руки ограды, Но или хочу спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, Погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очерев Матери моей. Сподобий меня, Господи, Возлюбить Тебя, Теперь так же, Как возлюбил, Когда свой тайный грех, И чтобы снова Потруиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде потруился Сатанепрещающему, Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Пасаду мне хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного И не отступи от меня За невоздержание мое, Не дав возможности Злому демону, Подчинить меня себе Пребладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою И выведи меня На путь спасения. О, святой Ангел Божий, Хранитель и покровитель Бедной души и тела, Прости мне все, Чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни. И если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне не проделать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил Меня в страхе своем И сделал меня рабом, Достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми Всесильными молитвами Отгонит мне Смиренному несчастному Раба Твоего Уныния, Забвения, Неразумия, Нерадения Удали со скверной, Лукавой И хульной помоса Законного сердца И помраченного ума моего И погаси плавимой страстей, Ибо его Бог несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня От всех из злодеяний, Ибо Тебя благословляют Все роды И причистое имя Твое славится Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас. Святые Игнатия, Владимир, Никита, Надежда, Гликерия, Ибо мы усердно К вам прибегаем Скорым помощником, Молитвенником О душах наших. Богородица, Дева, Радуйся, Обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах И благословен плод Чрева Твоего, Яко родила Иси Христа Спаса Избавителя Душам нашим. Непобедимая Божественная Сила Чеснага Желтворящего Креста Господень Не остави нас Грешных Уповающих на Тя. Спаси, Господи, Люди Твоя И благослови Достояние Твое. Победа на сопротивные Дары Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством. Спаси, Господи, Помилуй отца Дамы Его Духовного Родителей, Сродников Благодетели Митрополита Илариона Епископа Евтихий Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священарея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амроси Вадима Зосима Алипия Андрея Владимира Максима Диаконов Евгения Александра Андрея Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Геодора И весь священнический Иноческий Чин И высшие Иси Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай Священника Сюгод Смири Власть И воин Своих Наведи Страх Твою На них И через Них Сотвори Благое Церкви Твоей И Сохрани Их От покушения На них Владимира Дмитрия Александра Дональда Рамзана Петра Александра Эльдогена И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет И научи Настенить Господи Это мирное Время И Приготовь Землю Сию К великим Игрозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Аллилуйя Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобой Для всего Пашинам Добрых Помощников Наставников И советников Аллилуйя Сын Господи Помилуй Болящих Скорбях Пребывающих Пошли им Помощи Исцеления Сергея Алексея Александра 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 Игоря Валентина Валентина Мария Калерия Акелину Василия И нас Помилуй Милости Твоей Ради Благодарю Тебя Господи За здоровье За болезни Усмири Врагов Закрой Лживые Уста И в судный День Не помяни Их Безумие Аллилуйя Благослови Благодетели Наших Елену Евгения Евгения Натана Владимир Максим И сохраняй Это наше сокровище Сайт И форум Что есть Для пользы Многих людей И трудящих Санкт-Петербург Игорь Игорь Василий Сергеев И найди Все наше Родство Ивдохию Валентину Ирину Татьяну Маркову Нину Ольгу Елену Марию Татьяну И от пьянства Избавив Павла Михаила Владимира Александра Игоря Путешествующих Раиса Отступников Николая Михаила Всех Найди Обрати На стад Аллилуйя Упокой Господи В обителях Небесных Уступших Отец И братья Наших И же С верой Надежной Отошедшей От жизни Сей Ибо Нет Человека Который Живя На земле Не согрешил Вы помене Родителей Сродников Благодетелям И всех Православных Христиан И сотворим Вечную Память Вечный Покой Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Абвов Учи Свят 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 Господь Саваов Вся земля Полнослава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи За тот день В который Дал Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот день В который Дал Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов Аллилуйя Воздай Милостями Вечности Всем Кто Трудился Над Возрастанием Моей Души Мария Михаила И Анна Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Аллилуйя Сохрани Наши Сокровища Книги Здесь И в Пути Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Мне грешен Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Столько Лет Ты Хранил Душу Мой Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством И Введей Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Ян Креститель Претеща Христова Моли Бога О Нас Мужчина Господи Житель Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным И Каждому Дару И Жилье Сергея Гаврию Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Моли Бога О Нас Господи Боже Наш Ты Сохранил Нас Жизнь Нашу Продлил И Разум Сохранил Дай Нам Желание Трудиться И Обнаружить И Все Наши Таланты Дарованные Тобой Для всего Добрых Помощников Наставников Советников Пошли Нас И Сохрани Нас И Селение Нас От Пожара Воров Нечистой Силы Живущих Там Виктора Андрея Игоря Игоря Серафима Алексея Иосифа Романа И Пришли Добрые Жители Знающих Уставы Твоей Здесь Сохрани Школу И Помяни Нас Спасибо Помилу Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадо Игорь Сергея Севастьяна Людмила Нина Алектина Рашид И дело Общее Спасибо Помилу Дмитрий Марин Щадо Валентину Алексе Валентину Надежда Дмитрий 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 Олег Алексе Александра 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 Михаила Нина Анна Юрия Георгия Тех С кем мы познакомились Кому возвестили Слово Истины Твоей Аллилуйя Спаси Спаси Нас И помилуй Христе Божий Наш Молите Бога Нас Святые Пророки Божии Пророк Илья Илисей Инох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Иосиф Патриарх Иезринь Иеми Амос Исай Иеремия Варух Изыки Иль Иосия Иа Иль Агей Сапон Захар И Малах Давид Нафан Данил Отрок И пророк Михей Авраам И Сеак Иаков Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Тво наше Отшествие Не засталось Неготовыми Но чтобы Выше навстречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами Полно милее Добрых дел Соделанной Духи Святым С любовью Аллилуйя Молите Бога На святые Ангелы Архангелы Херувимы Серафимы Все небесные силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр Павел Ивангелисты Матфей Марк Лука Иоанн Святые Мученики И мученицы Игнатий Богоносец Поликарп Сминский Устин Философ Касмай Дамьян Андрей Стратилат Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Никомедийский Георгий Победоносец Пантелеимон 40 святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис И Глеб Укрепи народ Твой Дабы никто Не принял Насчертания Зверя Антихриста Анфим Вениамин Да вера Исташи Родителей Затое Молите Бога О нас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоусов Анас Севеликий И прем Серен Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонежский Степан Пермский Серапим Саровский Иоанн Тобольский Иоанн Кронштадтский Иоанн Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Переводчики Священного Писания Молите Бога О нас Недоступные И непонятные Вы сделали Понятным Для нас Хвала Господу За ваши Знания Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фекла Первомущенца Фатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетывают Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Акила Андроника Юник Киприяна Устина Молите Бога О нас Надарует Господь Послушание И молчание Целомудрие И седливость Женам И девам И сохрани Их Осящество Поругание И избавь От непокорства Галину Семейство Евгении Надежда 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 Светлана Мария Раисова Время Ирина Елена Галину Иоанну И нас Помилуй Милости Твоей Ради Прими Нашу молитву Возьянья Рук Как жертву Вещернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи И соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящихся К Тебе На небе И на земле Услыши Боже И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Оллилуйя Аминь Сегодня Ефрем Васильев Волитва Не считается Доброе утро Я хотел сказать Тут кто у нас Надежда Благодатская Что ж ты Такой Выставила фотографию Замени ее Хорошей Вот такой Как одета На самом деле Какие-то Пузыри Там стоишь Стриженные На работе Ну Сделай Убери Не напоминай Людям Ты другая Теперь совсем Чего тут Толковать Ну Попрошу Ну ладно Я просто Сказал тебе Это Доброе Дело Ты делала И сделай еще Одно Попроси Кого-то Чтобы Заменить Мы утром Насчитываем Готовим Ролик Один События дня Что было В прошедшем дне Ну и далее Заполняем Она часовая Программа У нас такая Из вопросов И ответов Я хотел сказать Что наверное В понедельник Молитва У нас будет Как-то Сережа Договориться Надо Просят Вечерние молитвы Как молимся Мы Восход Сделаем Так Что он говорит Во сколько Часов Вот я и думаю Во сколько Но по нашему Если так сделать По нашему В 8 Я может Думаю В воскресенье Но в воскресенье Тут у нас Занятия идут Я думал Очень рано В 8 Ну Понимаешь Мы не знаем Как Когда В какое время Лучше Рано Тут может быть Сделать так Тогда В воскресенье Придут люди Завтра И Сделать Вместо Занятий Молитву Вечерние Просчитать И все Хотя бы Один раз Как раз И люди Придут Тут приходят А сколько Всего Так я вот Сейчас вижу Три человека Мы так Мы не смогли Собирать На молитву Многим Написали Оповестили Я думаю Что на той неделе Мы Такое Совместно Собираться На молитву Закончим Потому что Они и те же Приходят Уже все Знают Это знают Значит Народ Народ Не готов Молиться Ну Не готов Просто Нету Я Оповещал Очень Многих И Никого Ни один Человек Не прибавился А кто Ходил Те И приходят Вот Я сейчас Отключу И Сразу Подключу Так Готов У тебя Так Отрываю Это место